Вот мои новые маркеры, профессиональные. Мы сверзаем вот такие вот балаклавы. Первая это Мишутка, вторая балаклава Зайка, вот так. А дальше я буду вязать шапку из Алисы Пуфи. Просьба твоих подписчиков, 24 часа в ванной комнате или 24 часа на кухне? Как тебе такая идея? Если да, то челлендж начинается в 9.50. What? Угу. Так уже 9.40. Я выбираю 24 часа в ванной комнате. У меня есть ровно 10 минут, чтобы принести все самое необходимое на целый день. Побежали. Так. Опа. То, что мне надо. Уже тут что-то есть. Угра. Майфломастеры. Какая-то еще штучка. И блокнотик пусть будет. Так, еще один блокнот. Книга. Ой. И пусть будет альбом. Все красиво сложила. Нитки беру. И сейчас еще за подушками приду. Подушки. И пиццу обязательно. Так, коробку сейчас я одену. А балаклаву тоже беру. Что-то вкусненькое надо еще идти. Так, тут ничего. Опа. Это все мне надо. Попробуем. Так. Ой. Переда мне тоже не помешает. Спокойной ночи. Десять минут. Так, ну, этой комнатой мне тоже нужно пользоваться. Значит, вот этот коридор тоже участвует в моем чемпионже. Так. За линию выходить нельзя. Вот так. С чего бы начать? Сначала надо все вещи разложить. А потом и помыть голову. Теперь это можно сюда. А этот тоже. Тут у меня будут вкусняхи. Десять минут. Ну, все, готово. Так, ну, все уже чисто, сухо. Мягкое одеяло, чтобы было комфортно. Сейчас еще эту часть. Подушечка. Давайте попробуем. Капунчинец. Ой, как мягкое. Вау. Класс. Мне нравится. Пунчик. Тут. Пицца вот тут. И сердечко. И сердечко. Я еще так много времени никогда не проводила в ванной комнате. Так. И потом я буду укрываться. Блокнотик. Это пусть будет возле меня. Ой. Опа. Буду клеить. Вот можете посмотреть, какие я делала. Это было очень давно. Но сейчас я вам покажу самую красивую. Вот. И вот это мне нравится. И еще мне нравится вот это. Вот. Есть. Так. Давайте выберем яйца. Сначала давайте одежку. Арбузик. Клеим аккуратненько. Ну как. В принципе аккуратно. Вот так. И обувь. Все. Ровно. Мы уже нашли подходящее нам лицо. Прическу. Вау. Хочу я одеть вот эти очки. Ну все. Вот так вот у меня получилось. Мне в принципе нравится. А вам? Пишите в комментах. Я бы уже перекусила. Возьму. Давайте попробуем вот это еще никогда не было такое. И поиграю еще с вот таким вот чайником. Буду пробовать вот такие конфеты с витамином С. Еще такие никогда не ела. Так. Вот. Вау. А это жевательные конфеты. Чувствуется по вкусу манго и еще какой-то фрукт акиролла. Первый раз такое вижу. Конфеты это конечно очень даже хорошо. Но хочется уже чего-то сытненького. Пицца или роллы? Давайте роллы. Какой же выбрать сет? Так, будет вот этот заказать. О! Вау! Он такой красивый, посмотрите. Там в серединке вот такие вот бресточки. Ну не брестки, а такие бумажки. А давайте на замедленную съемку, давайте. И раз, два, три. Будет классно. Ловите. Внутри этого прозрачного резинового шарика просто синяя вода какая-то и конфетти. Но это настолько красиво. Так, а как готовятся роллы? Поиграю-ка я в Роблокс. Берем планшет и будем сейчас играть. Заходим в Роблокс. Что же мне нужно поиграть? Давайте Тавер оф Хелл. Первый уровень, но он очень легкий. Без всяких сложностей, можно так сказать. Без лазеров. Этот уже потяжелее, но тоже легкий. Я уже на третьем уровне. А, там пропадает! Ой, а я не знала про этот уровень. Ну ладно. Давайте я пройду и потом мы поиграем в скейт. Знаете такую игру? Там, то есть, можно и на роликах кататься, и на скейте кататься. Также там можно быть музыкантом. Очень классная карта. Обязательно в нее поиграем. Мне больше всего это нравится быть скейтером. Очень классно. Ребят, я на предпоследнем. Это про Тавер. Я еще так много в про Тавере никогда не проходила. Вот видите? Все вот тут вот, а я уже здесь. Это так круто. Обязательно, наконец, сложный уровень ставить, чтобы не могли люди пройти. Обязательно? Так, вот про эту я вам говорила игру. Сейчас я катаюсь на скейте. Давайте на роликах покатаемся еще. Воу! Во! Во! Оп! Воу! По лестнице. Туда! 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 Вот бы мне, конечно, так научиться кататься на скейте. Так, у меня здесь одна вот такая вот интересная штучка. Здесь, я так понимаю, есть блесточки, и нужно разрисовывать всякие рисуночки этими блестками. Ой! Ребят, у меня нет вот такой вот специальной насадки. Только блесточки. Ну ладно, попробую хотя бы так. Вот. Так, все. Берем желтый. Ай! Вот так вот. Вот, вот это. Ну, осторожно засыпать. Можно, конечно, взять кисточку и расправить все самой кисточкой. Вау! Прикольно так получилось. Сейчас как-то будем передвигать. Вот такая надпись у нас получилась. Много-много-много-много. Много-много-много. Там просто будет больше. Так, делаем еще сердечко. Все. Готово. Было бы больше цветов, было бы намного лучше. Но так тоже прикольно. Настя, роллы заказывала? Конечно, вау! Класс! Сколько здесь. Приятного аппетита. Спасибо! Справишься или помочь? Справлюсь. Вот это у меня сегодня, конечно, обед вкуснейший. Так. Ммм, все то, что я обожаю. В ванной я, конечно, еще не кушала, но у меня вот такой вот челлендж. Обалдеть. Я, наверное, вам нагоняю аппетит. Так что, ребята, бегите и найдите в уходу вкусняшку. И всем приятного аппетита. А я попробую суши. Я съела 9 штук. А дальше я буду вязать шапку из Алиса Пуфи. Вот такого вот она красивого розового цвета. Как вы знаете, мы с мамой вязали плед. И также еще мы связали вот такие вот балаклавы. Они мне очень сильно нравятся. Первая. Это не шутка. Кстати, в этих двух балаклавах я уже даже ходила в школу. Вторая балаклава. Зайка. Сейчас. Вот так. Пишите в комментариях, какая вам больше нравится. И вообще, носите ли вы их? Так. Я читала 27 петелек. И берем мы 28. Протягиваем. Первую. И дальше просто вяжем уже по кругу. Перед тем, как мы будем отсчитывать, нам обязательно нужно первую петлю разрезать, чтобы получился длинный кончик. Вот такой вот. Так. Вот мой круг. А это свободная нить. И мы берем петлю, которая свободная у нас, мы протягиваем в серединку. Вот сюда. Она должна быть вот тут. Вот она. И вот так вот у нас получается. Давайте еще раз я вам покажу. Берем петлю. И эту. И... Вот так. Только главное хорошо вытягивать, чтобы потом мы не потеряли. Итак, по кругу вяжем 4 ряда. Я уже переоделась, потому что в кигуруми мне очень жарко. Вот я уже связала 3 ряда. Вот так вот у меня получается. И точно таким же образом мы продолжаем вязать 4 ряда. Мне так интересно. Так. Петерка. И протягиваем. На пятом ряду делаем убавку. Вот у нас уже пятый ряд. И мы 4 петли провязываем, как обычно. Раз. Два. Три. И четыре. Последний. Дальше берем пятую и шестую. И их вот так вот просто складываем вместе. И свободную петлю, вот она, протягиваем через них. Вот. С вот этого края. Вот так. Опять четыре провязываю по обычному способу. А потом две вместе. Три. И четыре. Все. И теперь мы берем две петли. Пятую и шестую. Свободный край протягиваем в пятую. Ну вот так вот. Протягиваем. И все. Потом снова. Четыре. Обычным способом. И два. Три. Делается очень даже и легко. Три и четыре. И потом снова берем пятую и шестую. Складываем их вместе. И свободный край протягиваем. Вот. Протягиваем. А в пятом ряду у меня получилось три убавки. А у вас может быть другое количество. Или такое же, как у меня. Это уже зависит от вашего размера головы. А шестой мы уже вяжем по обычному. А седьмой ряд мы делаем убавку через три петли. Главное, чтобы петельки не перекручивались. Три петли провязала. Теперь берем две. И протягиваем свободную. В эти две. Вот так. Потом снова три. По обычному. Провязала три петли. Теперь берем две. Вот. И протягиваем свободную петлю в эти две. Вот так. В следующем ряду мы делаем убавку через две петли. Протягиваем одну петлю и вторую. Вот. Ой, вот. Чуть не пропустила. И дальше убавочку. Раз. Два. Беру свободный край и протягиваю в эти две. Вот, я уже примерила свою шапочку. Вот. А теперь мы уже можем делать убавку с каждой петлей. Вот. Берем вот эту петлю и вот эту. Соединяем их. Потом берем свободный край. Да, вот. И протягиваем. И протягиваем. Это петелька. Дафи берем снова две. Две. Уже мы будем так каждый раз делать. Вот. Две. Слаживаем. Слаживаем. Вместе. Берем свободный край. Где там у нас? Вот. И протягиваем. Опа. Я вязала свою шапку до того времени, пока у меня не останется пять петелек. Вот. Это похоже на цветочек. Вот. Серединка и пять лепесточков. Теперь мы берем наш свободный край. И у нас тут есть две петельки. Мы разрезаем в первой петельке вот тут вот. И во второй тоже вот тут. И тут тоже самое делаем. Лишнее отрезаем. И у нас получается вот такой вот длинный хвостик. Вот. Все. Беру наш длинный хвостик и протягиваю вот эти пять петель. Вот так у нас получилось. Протягиваем этот хвостик вовнутрь шапочки. Так, затягиваем хорошо. Вот. И завязываем несколько узелочков. Три узелочка сделала. Потом еще можно прошить обычными нитками и отрезать краешек. Вначале у нас тоже был вот такой вот краешек. Мы его можем протянуть во внутреннюю сторону. Потом завязать узелок и прошить обычными нитками. Так, примеряю, что у меня получилось. Вау! Мне так нравится. Отлично! Просто на мне сидит вот так вот. Можно еще, конечно, сделать отворот, но не знаю. Наверное, я все-таки этого не буду делать. О, вам берем пастилу и попкорн. О, пастила! Люблю укусить, рассматривая клубочек. Сладкий карамельный, как будто бы в кинотеатре. А что мне мешает посмотреть фильм? Так, посмотрим, что я делаю ледникового периода. О, ребят, а вы любите смотреть фильмы? Пишите в комментах. Ммм, вкуснятина. О, а что есть интересненького в этой тумбочке? Точно, у меня же здесь есть бомбочки, масочки. Так, ну ее мы сделаем вечером. Возьму вот эту и мой арбузик. Настюша, ужин для тебя. Опа, запеканечка, спасибо. Я сейчас набираю воду в ванную, буду там купаться. Спасибо большое. Приятного аппетита. Обалденно. Ммм, как вкусно пахнет. С жвачкой, с закусом арбузика. Это просто отличный запах. Ну что, кидаем? Раз, два, три. Вау. Вау. Как? А как так сразу на всю ванную? Скажите мне, пожалуйста. И вторую. Интересно, в каком она цвете? Желто-белая. Раз, два, три. О, вот. Реакция такая сильная пошла. Где она? О, вот. О, какой яркий. О, какой яркий. В ванной. И там разные цвета. Вот. Так, зубки почистила. Умылась, пора и масочку нанести. Ну как вам? Инопланетянин молит у власти. Пока водичка в вами сливается, посижу здесь. Книгу мы просто-таки почитаю. Пока это на меня было страницей. Угу. Читаю я сейчас книгу 36 и 6 котов. Что смешно, она выглядит. Маска у меня, книгу читаю и сижу на уникаре. О, ну что, нехорошо. Так, все, на сегодня хватит. А я же еще не дорисовала. Хотя бы маленький рисуночек. Фломастеры. Альбомчик. У меня уже все сухо, тепло. Мне так тут нравится. Вот мои новые маркеры. Профессиональные. Хм, наверное, вот этот цвет будет. Вот этот. Ну и, в принципе, можно вот этот. Чего вам чуть-чуть рассказать. Про вот эти вот маркеры. Это профессиональные маркеры. Вот тут вот большой стержень. А вот здесь тоненький, как у фломастера. Очень классно, что есть номера. Вот, например, это номер 83. Это очень удобно. Если ты хочешь показать туториал, ты можешь сразу сказать какой-то номер с цветом. И люди так догадаются, какой тебе... Какой номер, можно так сказать. Кстати, я решила рисовать макаронцы. Попробую без карандаша. Мне уже не нравится. Начинка будет вот такого цвета. Номер 17. Я никогда не рисовала без карандаша. Да, вот честно. Не знаю, что из этого получится. И, в принципе, без карандаша нарисовать возможно. Вот такие макаронцы у меня получились. Больше всего мне понравился вот этот и вот этот. Ну, а я уже буду ложиться спать, потому что завтра утром надо уже идти в школу. Кеныш мне очень сильно понравился. Пусть в ванной, но было чем занято. Думаю, вам тоже было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. До новых встреч. Мам, пап, выключите свет. Спокойной ночи. Сколько уже часов-то? Ой. Ого. Уже 7.04. Спинка, конечно, чуть-чуть чувствуется, но очень нормально. Так. Все. Убираюсь и собираюсь в школу. Все. Спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok